...отчёты или слушаете только то, что вам рассказывает украинское правительство? Как я уже сказал, функции мониторинга непосредственно в зоне конфликта осуществляют ОБСЕ, и если ознакомиться с их отчётами... Они сообщали об этих артобстрелах. Они также сообщают о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня с украинской страны, о которых я уже упоминал. Так если украинское правительство считает, что противная сторона нарушает договорённости о перемирии, может ли это служить оправданием для нарушений со стороны украинских властей? Мы выступаем за полную реализацию минских договорённостей. Всеми сторонами? Это относится и в том числе к украинскому правительству? Нарушение минских договорённостей и режима перемирия происходит в первую очередь со стороны сепаратистов и России. Я бы порекомендовал вам ознакомиться, или поручить это кому-то ещё, с отчётами, о которых говорит моя коллега, а потом сообщить нам ваше мнение. Считаете ли вы, что нарушения действительно имели место, или же обе стороны в целом следуют минским договорённостям? Вы несколько раз сказали, что в подавляющем большинстве случаев перемирия нарушают сепаратисты. Так и есть. Однако подавляющее большинство случаев – это ещё не всё. То есть, имеет место нарушение и со стороны украинского правительства. По логике, вроде бы так. Логично, да. Возможно, это соотношение составляет 99 к 1. У нас нет таких данных. Не суть. Но ведь не во всех случаях договорённости нарушают сепаратисты, верно? Видит ли это администрация? Верно, но... То есть, нарушения есть? Как я уже сказал, нам вполне ясно, какая из сторон виновна в большинстве нарушений. Из ваших слов можно сделать вывод, что Киев решил придерживаться политики невмешательства в этом конфликте. Так вы видите эту ситуацию? Я не совсем понял ваш вопрос. То есть, Киев вообще ничего не делает и не имеет никакого отношения к происходящему? По крайней мере, такое впечатление производит ваше заявление о подавляющем большинстве случаев нарушения и тому подобном. Я не это имел в виду, и я таких слов не говорил. Опять же, ситуация на востоке Украины... Как вы оцениваете действия украинских властей на данный момент? Соблюдают ли они договорённости? Одобряете ли вы все их поступки? Власти Украины намерены выполнять Минские соглашения. Госсекретарь и вице-президент недавно общались с президентом Порошенко. Мы по-прежнему пристально следим. А использование тяжёлой артиллерии в жилых районах тоже входит в соблюдение Минских соглашений? В Минских соглашениях оговорён отвод тяжёлых вооружений. К сожалению, наблюдатели ОБСЕ не смогли подтвердить отвод тяжёлого вооружения от линии контакта со стороны пророссийских сепаратистов. То есть вы говорите, что их потенциальные нарушения служат оправданием для нарушений со стороны украинских властей? Мне нечего добавить к своему заявлению о том, что в подавляющем большинстве случаев перемирия на востоке Украины нарушают пророссийские сепаратисты.